Я придумал самые легкие дома для максимально быстрого старта вашего выживания. Каждый дом продуман по максимуму, а построить их сможет каждый, ведь строительство происходит без всех этих замудренных фишек с отводами и подводами. Даже если у вас на районе спавнится всего три камня, знайте, вы сможете их осилить. А потом, когда они уже отработают свое и принесут вам кучу халявных ресурсов, построите что-то побольше. Решать какой дом и где строить ваша задача, но все это зависит от того, каким игроком являешься именно ты. Кто-то любит жить возле аутпоста, и ему по кайфу все вот эти бомжиные движения, где если ты нашел двушку в начале вайпа, ты уже априори являешься королем этой местности. Кому-то наоборот, эти бомжиные движения не внушают интереса, и он делает выбор в пользу чего-то более приземленного. А именно, осуществить захват какой-нибудь маленькой РТшки, которая в самом начале будет приносить очень много ресурсов и компонентов. А есть и те, кому в принципе плевать где жить. Главное, чтобы вместо было кайф, и постреляться было с кем. Казалось бы, три абсолютно разных сценария выживания, и я сделал уникальный дом под каждый случай. Идеальный дом для старта у мирного города, вместительный дом для контроля РТшки, и ровкемперский дом для тех, кто любит... ...долбиться в задницу. Каждый из этих домов просто идеально подходит под выбранную ситуацию. И поверьте мне на слово, вас будут ненавидеть абсолютно все. Именно поэтому в каждый сегодняшний дом я запихнул сразу по несколько нычек, чтобы если вас и зарейдили, то лут не нашли. Строительство всех нычек к сегодняшним домам будет на моем бусте. И это не потому, что я зажрался. Согласитесь, если я покажу эти нычки здесь, то все о них будут знать, и смысла от них не будет. За цену в чашку кофе вы получите сохранность вашего лута, и кучу приватного контента и домов, которые уже лежат на бусте и ждут твоего просмотра. Ссылка на бусте в описании. Ну а меня зовут Гуджоинт, и сейчас я покажу вам, что строить, чтобы вас ненавидели абсолютно все. Начнем, пожалуй, с самого маленького дома на сегодня. И чтобы его полностью построить, вам нужно две строчки ресов. Этот дом я рекомендую строить возле мирного города, потому что в отличии от остальных, он не так уж, чтобы сильно защищен. И возле аутпоста всегда очень много народу, поэтому рейдить вас вряд ли будут в первые дни вайпа. Ну и даже если двери открыты, до ящиков дотянуться не получается. В спальнике можно выдолбить, но у вас еще две спалки на втором этаже, так что за это можно даже не переживать. Шкафчик находится за вторым верстаком за дверью, и это очень большой плюс, я потом объясню почему. Всего на первом этаже поместилось 4 больших ящика, а также 2 печки. С помощью них, кстати, и осуществляется подъем на второй этаж. На нем, кстати, и располагается отстрел, который смотрит абсолютно во все стороны. И даже не переживайте, что в окна к вам может кто-то залезть, потому что они закрыты крышами. Также со стороны дороги есть более такой пиксельный отстрел, и именно из-за него вас будут ненавидеть абсолютно все. И достаточно большая их часть решит к вам прийти посидеть под дверью, но я бы не сказал, что это совсем такая беда, потому что вы можете контрить свою дверь. Ну а если ресов у вас в какой-то момент станет слишком много, то их можно складывать здесь. Там всякие тпоры, кирки, уголь, а уже более такой серьезный лут оставлять внизу. Также, если вы совершенно случайно найдете гантрап, или купите в аутпосте, его можно поставить здесь. То есть выдолбливаете потолок деревянный и ставите. Там он себе спокойно стоит, не мешает, и в общем я бы так и делал. В принципе домик хороший, и сейчас я вам покажу, как его построить. Смотрите, вот значит у нас дорога, которую я выбрал. Разворачиваемся от нее, и прямо напротив нее устанавливаем шкаф. То есть самое начало, это у нас треугольник с одиночной дверью. Ставите туда шкаф и скидываете ресы. Для старта возле аутпоста это просто идеально, потому что конкуренция там будет очень большая. Места для спальников пока что нету, так что киньте где-нибудь возле дома. И потом, когда уже поднакопите ресов в своем шкафу, можно продолжать строить дом. Здесь вам понадобится одна двойная дверь и две одиночные. Нет, если у вас ресов прям слишком много будет, то можно сразу второй этаж откинуть. Но я стараюсь сделать так, чтобы это более было к реальности приближено. Также не забудьте, что в этом месте у вас будет деревянный потолок, чтобы потом поставить туда гантрап, если вы его случайно найдете. Если что, его можно купить в аутпосте за 150 скрапа. Печки, верстаки, ящики для всего этого места уже появилось. Но я буду вам показывать свою планировку, которая мне больше всего нравится. Этот дом предназначен для соло-дуо игроков. И, как вы уже, наверное, заметили, он не сказать, что слишком большой. Поэтому стройте его, кайфуйте, а потом, когда уже поднакопите кучу ресурсов, можете построить основной дом. Я бы так и делал. Выход на этаж выше у нас будет через две печки. Потом, по возможности, конечно, лучше поставить гаражку на выход на отстрел. Но пока у вас ее не будет, можно спокойно использовать двойную дверь. Также обратите внимание, что я сразу сделаю заготовку под будущий отстрел. Сделано это, по большей части, для того, чтобы в будущем не накосячить. Но и по итогу, вот такой домик у вас получится с выходом на второй этаж. Если что, чтобы сюда поставить четвертый ящик, нужно сначала снять дверь, поставить ящик, а потом вернуть дверь. Ни разу не логично, поэтому решил показать. Далее, самое важное в этом доме. Это непосредственно отстрел на все 360. Для начала ставим оконные проемы по всей окантовке дома. Далее, в эти места ставим треугольную крышу, чтобы к вам в дом никто не мог залезть. Потом над каждой крышей ставим потолок и в самом конце накрываем все треугольными крышами. В принципе, ничего в этом сложного такого нет. Ну а чтобы было удобно пользоваться отстрелом, который у нас смотрит на дорогу, нужно установить костер. Ну и по сути, давайте теперь проверим. Смотрите, здесь у нас отстрела есть, в окна к нам никто залезть не может. При этом мы можем здесь спокойно мансить, стрелять и так далее. Разве что гантрап нам нужно поставить еще. Берем абсолютно любую ковырялку и выдалбливаем вот этот потолок. И прямо над этим потолком устанавливаем гантрап. Также помните, что эту крышу можно выдолбить. В онлайне вряд ли, конечно, будут долбить, но перед выходом лучше потратить 800 металла. Ну а нычки к этому дому можно посмотреть на моем бусте. Следующий у нас дом, это дом для контроля РТшки. Ход в сам дом я сделал через айрлок. При заходе в дом нас сразу встречает скидочная, а также два гантрапа, которые стоят сбоку. Одним, конечно, тоже можно обойтись, но я бы не советовал. За одиночными дверями стоит гаражка, чтобы сбалансировать рейд по дверям. Далее у нас находятся две кровати, локер, а также проход в основную лутовую. Здесь у нас стоит второй верстак, если что, для третьего тоже место есть. А с этой стороны у нас куча ящиков. Выживать в таком будет очень удобно. Если пойдем дальше, то здесь аккумулятор для электрических печей, а также обычной печки. Ну и сам шкаф, его обслуживание перед вами. Также вы в любой момент можете запечатать ваш шкаф в МВК-кубик, и тогда до него получится по две стенки с каждой стороны. Передавать ресурсы внутрь бункера и из него можно через скилл. В принципе, эта штука рабочая, я ее использую всегда. Забрали рейсы, в шкаф положили, распихали по сундукам, и ложитесь спать. Но это же дом для контроля РТшки, а я вам еще отстрел не показал. Находится он за этой дверью, прям рядом с кроватями. Здесь вот у вас полностью дорога просматривается на пути к складу, и непосредственно сам склад. А также, если вас начинают рейдить, или у вас какие-то непонятки в Айрлоке происходят, то вы всегда можете законтрить это отсюда. Лично я такой строил уже несколько раз. Меня все устраивало. Тиммейт там склад ултает, а вы его полностью контрите отсюда. В общем, дом очень крутой и продуманный. Да и плюс снаружи он выглядит просто как обычное 2 на 2 с буферками. Также, если вы в какой-то момент поймете, что вам буферок прям явно не хватает, то их можно добавить в любой момент. Ну а строится этот дом максимально просто. Только рейсов вот уже понадобится 3 строчки. Самое важное для этого дома это начало. Мы подходим к складу прям вплотную, прям когда уже фундамент не ставится. Потом делаем несколько шагов назад, чтобы прям не вплотную было. И уже только потом начинаем строить. Дело в том, что когда мы будем ставить треугольные крыши для отстрела, у них очень ломаная модель. И они могут просто не поставиться. А если сделаете как я, точно поставится. По сути, этот футпринт это 2 на 2 с буферками. Один квадрат у нас МВК, все остальное железное. Там где МВК устанавливаем шкаф, потом такой дугой ставим печки. К шкафу дверь обязательно не ставим. Двери у нас будут стоять в этих местах, а потом все закрываем стенками. Ну и по итогу, как это все выглядит глазами игрока. Две двери, можно конечно 3 поставить, но я бы не стал. А также возможность застроиться в МВК кубик. Ну или в каменный кубик, если вас прям на вайпе будут рейдить. Далее выходим из двойных дверей, и напротив ставим еще одну двойную дверь. А справа делаем лутовую на трех треугольниках. Вообще дом в плане поэтапного строительства очень легкий. И с его возведением у вас не должно возникнуть проблем. Но если все же у вас какие-то вопросы будут, то вы всегда можете обратиться в мой дискорд за помощью. Я или моя команда помощников вам обязательно поможет. Тиммейта, чтобы построить сегодняшние дома, там тоже можно найти. По сути, вот такая вот у вас удобная комната. Получается 6 ящиков, второй верстак, ну или первый. Всем удобно пользоваться, и можно продолжать строить. Здесь мы добавляем еще два проема. А также я бы уже на этом этапе рекомендовал сразу же сделать отстрел, чтобы дом уже начал использоваться для его предназначения. Строиться как бы не сложно, но здесь главное соблюдать последовательность. То есть вы сначала ставите крыши, и только потом полустенки и оконные проемы. Также пока у вас не будет в изучении окна, хотя бы деревянные решетки в окна поставьте. Потому что если решеток у вас не будут, то к вам в окна обязательно залезут. Ну и по итогу отстрел у вас уже готов, вы можете пользоваться им на максимум. Но дом все же я бы вам все равно рекомендовал достроить. У нас тут еще аэрлок, гантрапчики будут, и все вот такие приятные моменты. На данном этапе, кстати, у нас до шкафа все равно одна стенка. Поэтому сейчас обязательно в этом месте ставим обычную треугольную буферку. Это если крышу не считать. Но сейчас мы там все по красоте сделаем. Этот дом идеально подходит для склада. Я думаю вы уже догадались почему, но мало ли кто нет. А дело все в том, что у склада один из самых маленьких ореолов, где нельзя строиться. И помимо этого можно построиться так, что ты склад будешь видеть практически насквозь. То есть ты сможешь наблюдать, кто входит на склад, кто выбегает со склада. Давайте инфу своим тиммейтам и практически всех перехватывать. Я по такой тактике выживал не один раз, и эмоции максимально положительные. Про остановки всякого в доме я бы советовал сделать как у меня. Потому что, повторюсь, я не один раз выживал в этом доме. И то, что я сейчас вам показываю, так оно и должно быть. Так больше всего удобства. То есть две кровати для быстрого спавна, локер, который будет через дверь выглядывать, ящики скидочные, чтобы не нужно было вглубь дома забегать, гаражка в этом месте, чтобы не нужно было садиться, когда в дом заходишь. Да даже вот этот прыжок, посмотрите. Мне не нравится, что здесь надо прыгать. Поэтому ставите костер и спокойно ходите. Ну а если у вас появится гантрап, то здесь для него самое место. Лучше ставить две штуки, потому что один могут пробежать. Ну и когда у вас появится возможность, скрафтите горизонтальные бойницы и поставьте их везде. Обратите внимание, что когда вы находитесь на отстреле, вас могут стрелять сразу с двух сторон. А две стороны не всегда удобно контрить. Поэтому самую невыгодную для себя лучше закройте окном. Как и в прошлом доме, здесь тоже есть нычки, только их здесь уже куда больше. И их строительство я покажу на моем бусте. Впереди у нас самый имбовый дом на сегодня. А вы заметили, что все сегодняшние дома просто идеально подходят для того, чтобы сидеть на них с болтовкой? Но где вот достать эту самую болтовку в начале выживания? У меня есть решение. Проект Grand Trust, на котором у меня есть уникальный промик ГЖ на целую сотку у них в магазине. К слову, эта болтовка там стоит 90. Так что вы знаете, что делать. Неважно, соло ты играешь или в клане, есть сервера на любой вкус. А активная команда модераторов быстро решит все твои проблемы. Проект существует уже 7 лет и за это время собрал все необходимое для комфортной игры. Уже завтра, 4 августа, на проекте состоится глобальный вайп, где ты и твои друзья смогут с кайфом поиграть, а также получить бесплатные скинчики за каждые 7 часов игры. А еще прибавьте к этому, что у проекта день рождения и как обычно разыгрывается много призов. Копии Раста, различные DLC, скины и так далее. Не забывай про мой промик ГЖ на сотку, а также переходи по ссылке в описании, подписывайся на группу и участвуй в розыгрыше. Следующий домик как раз для болтовки, про которую я только что говорил. Стоимость дома перед вами, куча всяких окон, откуда можно пострелять, вход через второй этаж, айрлок вот, чтоб не дипали, гантрапы вот стоят, пробежать их вообще нереально. Не нравятся гантрапы, вот турель стоит на двушке. Турель это очень имбовая, то есть даже если вам двери снесут, она прям фул будет вход контрить. Да даже просто с открытыми дверьми она стреляет, ее нереально забайтить. И вот такой вот здесь круговой отстрел через крыши. В одну сторону посмотрели, или не понравилось на другую перебежали. Там где турели нет, кстати спрятанный локер есть. Он не лутаемый, и если его сломать, весь лут упадет вниз. И чтобы лут этот достать, нужно будет как минимум взрывать крышу. Тут все, но у нас же есть подъем еще выше. И здесь уже находится такой вот пиксельный отстрел с двух сторон. Ящики дополнительные, локеры, чтобы в спину не настреливали. В общем, где посидеть с болтовкой точно есть. Если же мы пойдем чуть ниже, то там у нас будет несколько сундучков для скидывания ресов. Да, конечно кто-то скажет, что лучше здесь большой сундук поставить, но он торчит. Поэтому я поставил три маленьких. Если начнем спускаться, то здесь у нас также две кровати, гантрапы, которые подъем контрит, а также уже знакомая вам лутовая на шесть больших ящиков. Если мы откроем двойную дверь, то здесь у нас электрические печки, второй верстак, можно и третий поставить аккумулятор и сам шкаф, его обслуживание перед вами. Также, как и в прошлом доме, все это дело закатывается в МВК кубик. Также, как и в прошлом доме, этому дому тоже можно добавить дополнительные буферки. То есть, если вы прям чувствуете, что вас сейчас начнут рейдить, а у вас ресы есть, то есть, просто вышли и вот так вот сделали, подняли на один этаж. И сейчас я покажу, как это строить. Вначале, давайте накидаем будущий план фундаментов дома. Это будет 2 на 1 с буферками. Потом, в конце строительства, все стенки у вас должны быть металлические, а сам шкаф МВКшный. Ну и теперь, давайте застроим нашу стартовую кибитку. Она у вас будет из одного квадрата и двух треугольников. В этой кибитке, по идее, в начале должно быть 2 двойные двери на выход. Я поставил одну только потому, чтобы вам было более понятно, как тут и что я сейчас буду расставлять. Вы посмотрите, я даже свет сначала решил добавить. Слева мы устанавливаем шкаф, к нему кидаем 2 ящика и 2 спальника. Далее, 2 печки и верстак. И вот такую атмосферку наводим. Все, что нужно для начала выживания. Глазами простого игрока, это выглядит как-то так. Главное, проверьте, что у вас здесь стенка обязательно ставится. Далее, выходим и продолжаем строить. В этом месте у нас будет лутовая на 6 больших ящиков. А по центру непосредственно будет сам выход из дома. Дом очень удобный в плане использования. Особенно второй этаж. Но об этом чуть позже, когда мы до него дойдем. Как я и говорил ранее, за эти дома вас действительно будут ненавидеть. Поэтому в самом начале, я бы рекомендовал пустить все силы на изучение гантрапа. На крайня, кого можно в городе за 150 купить. Просто когда я такие дома строил, возле моих домов всегда был какой-то аншлаг. Постоянно под дверью сидели, кемпели и так далее. Спасал мое выживание только гантрап. Поэтому я вам его так рекомендую. Первый этаж мы полностью застроили, и мы к нему больше не вернемся. Поэтому сейчас мы сразу делаем выход на второй этаж. Реализован он тут, как в первом доме, через две печки. И здесь мы сразу полностью реализовываем подъем, чтобы до шкафа было на одну дверь побольше. Когда появится возможность, сюда нужно устанавливать гаражку. Пока ее нету, можно просто двойную дверь. Подниматься домой можно будет вот таким способом. Теперь просто играем, копим резы, и когда уже накопили достаточное количество, продолжаем строить дом, а именно отстрел. Здесь сразу можно одиночную дверь поставить, а потом по окантовке всего дома устанавливаем полустенки. На эти полустенки устанавливаем оконные проемы. Про деревянные решетки не забудьте. А далее устанавливаем треугольные крыши по направлению к окнам. Здесь самое важное, чтобы вы заранее поставили заготовку под турель. Потому что если вы сначала поставите крыши, потом этот потолок уже не встанет. Далее для стабильности ставим проем для двойной двери посередине. На него кидаем потолки. После чего начинаем строить уже верхний отстрел. Ставим три треугольные крыши и три потолка. С другой стороны делаем все то же самое, так как дом у нас симметричный. Между нашей конструкцией, которая у нас сейчас получится, мы устанавливаем маленький низкий бортик. После чего нужно поставить проемы для квадратных люков. И уже на эти самые люки, с двух сторон, мы ставим квадратные крыши. По сути, верхний отстрел мы только что закончили. Костер для удобства, два локера, чтобы в спину не настреливали. Еще костер. Как видите, ничего сложного. Давайте я вам сразу покажу, как ставить локер вот этот, чтобы он был не лутаемый. Просто одну крышу в металл апаете и ставите немножко боком. Потом улучшаете вторую крышу, и у него должен торчать такой вот кончик. Только обязательно замок на этот локер повесьте, а то он будет лутаемый. С турелью никаких сложностей возникнуть не должно. Отсюда она смотрит прямо на дверь входную. Кстати, у нас же аирлока еще нету. Смотрите, с этой стороны как бы у нас находится шкаф, поэтому эту штуку мы улучшаем в МВК и закрываем полностью буферкой. А здесь уже подъем можно реализовать с помощью деревянной пристройки. Если потом как-нибудь захотите расширить дом, то просто выдалбливаете деревянный фундамент, и эта крыша упадет. Как видите, ничего такого сложного нету. Также очень нужны гантрапы, потому что этот дом прям ненавидит. Ставятся они таким способом. Также, как и к прошлым домам, в этом доме тоже есть парочка очень классных нычек. Их строительство уже лежит на моем бусте. Если тебе интересно мое творчество, или ты просто хочешь меня поддержать, обязательно подписывайся. Ну а если ты задался вопросом о том, как подключать турель, то об этом я рассказывал здесь. Спасибо за просмотр.